Мир вам дорогие друзья, на связи Алексей Музалёв. Сегодня хотел бы поговорить на такую интересную тему как финиширование кожи буйвола. В первую очередь давайте разберемся чем кожа буйвола отличается с точки зрения нанесения финиша от остальных кож растительного дубления. Кожа буйвола в основном это кожа растительного дубления, но в отличие от коровьих кож она обладает большей органолептической сухостью. На мой взгляд она более сухая, чисто даже визуально или чисто тактильно содержится меньшее количество жиров, то есть она менее пластичная и очень часто после покраски соответствующим образом вот эта вот сухость она начинает прямо вот ярко-ярко проявляться по сравнению с кожами растительного дубления и с коровы. Соответственно при финишировании я рекомендую использовать скажем те средства которые будут дополнительно насыщать кожу жирами и маслами и то есть может быть придавать некую такую поверхностную органолептику более приятную и маслянистую на ощупь. Поэтому, значит, лицевая сторона кож буйволинах у нас с вами может финишироваться с помощью двухсоставного финиша, то что в первую очередь можно использовать финиши для замши нубок и велюра, то есть мы с того, как вы нанесли первый покрасочный слой для того, чтобы его зафиксировать и придать ему большую, скажем так, насыщенность цвету. Можно использовать различного рода апритуры для замши, можно использовать кентафабан, можно использовать гирба. Вот и после чего уже, то есть можно сверху нанести финишный полирующий слой, но делать это лучше с помощью таких вот более легких кремов на основе карнаубских восков, то есть или на основе смеси восков, вот, а не вот таких вот твердых полировочных обувных кремов, которые очень часто используют. На мой взгляд, это несколько ошибочно, потому что эти крема такие, вы знаете, вот они вязкие, густые, это может быть у нас и даже на основе растворителей, на водной основе, и они очень часто сглаживают вот этот вот замечательный поверхностный эффект, который мы с вами добиваемся. Потому что кожа буйвола чем отличается от кожи коровы? Она у нас с вами имеет, ну, скажем, вот такой хороший, классный, рельефный, популярный рисунок, напоминающий флоттер. При деформации мы с вами можем придать достаточно глубокие, устойчивые морщины данной поверхности, поэтому этот эффект хочется сохранить. Поэтому я категорически не рекомендую полировку с помощью, ну, к примеру, там, кендовской сеты, которая, то есть, кремно, да, то есть, он хороший, глянцевый, тоже очень интересный. Вот, но именно лицевую поверхность я им не рекомендую полировать. А вот для изнаночной поверхности он великолепно подходит, но сейчас мы об этом более подробно поговорим. Итак, значит, лицевая поверхность, слой краски, далее слой у нас с вами аппликтура для зампшена, буковелюра, можно кенды использовать, можно гирба. Далее у нас с вами можно использовать либо, ну, не вязкие аппретуры для гладких видов кожи, то есть, я предпочитаю аппретто, то есть, вот такой вот от гирбы, потому что она нужную степень глянцевости нам придает, но при этом она, то есть, вот такая вот мягкая, пластичная. Либо использовать полировочные крема, потому что и сверху я рекомендую у нас с вами чуть-чуть закрывать различного рода бальзамчиками, то есть, вот такими на основах там жиров и масел. Вот, либо можно у нас с вами немножечко, чуть-чуть для придания органолептики полирнуть вот таким вот гидрофабизированным жиром. Он тоже у нас с вами придает такую вот мягкую, приятную органолептику. С изнаночной стороны, дорогие друзья, значит, первый, после покрасочного слоя, я рекомендую использовать опять-таки у нас с вами аппаратуру для замшина бука велюра, а вот полировать я уже рекомендую, то есть, какими-то кремами типа обувными типа сета, вот, или типа гербовским, вот таким вот кремом мира. Потому что они у нас с вами предназначены для того, чтобы делать гладкую, ровную поверхность. Вот, если она у нас с вами на лице не нужна, то с изнаночной стороны, то есть, было бы неплохо, то есть, как бы сделать у нас с вами изнанку такую равномерную, глянцевую. Тут можно уже использовать и крем-сета, то есть, тут можно использовать какие-то другие крема. Чем красить изнаночную сторону? Тут я рекомендую использовать крема на масляной основе, то есть, это может быть у нас с вами фибинговские ойлы, то есть, вот эти вот покрасочные, можно у нас с вами литеховские использовать. Ну, так или иначе, нужно использовать те красящие составы, которые не придадут нашей коже дополнительной жесткости и суховатости. А тут, как вы видите, да, у нас после покраски, может быть, наше изделие выглядит, ну, несколько сухим, потому что и органолептика его не такая хорошая, как бы нам с вами хотелось. Ну что, надеюсь, вам все было понятно. Вот, кому что непонятно, то есть, задавайте вопросы в комментариях. Не обещаю, но буду стараться отвечать, то есть, а так лучше всего задавать вопросы где-то в группе ВКонтакте. Ссылка будет у нас под роликом, то есть, соответствующим образом, я вас приглашаю на заочный интенсив по декору кожи. У меня есть отдельный, то есть, мини-курс по декору ремней из баеволиной кожи. То есть, там вы подчеркнете много-много чего интересного. Ссылка будет под описанием. С уважением ко всем. Алексей Музалев.